Туба Бью Кюстун и Акын Акын Азю в новом фестивальном фильме, что скрывается за сложными отношениями героев. Драма за кадром. Почему главные актеры покидают в сериал «Земля прекрасной любви»? Чатай Лусой и Сиринай Сарикая могут стать экранной парой в сериале «Мечта и Шрефа». Турецкая пресса начала разгонять слухи вокруг нового сериала «Мечта и Шрефа», который готовит компания «Тимзен Би» для телеканала «Канал Дэ». Утверждается, что Чатай Лусой и Сиринай Сарикая могут стать партнерами в этом проекте. Я отмечу, что хайп вокруг главной героини разгоняется каждый раз, когда появляется информация о новом сериале Чатая. Это уже не новость. Поэтому не стоит особо обольщаться. Сейчас припишут всех известных актрис, особенно бывших партнерш ему. Но на самом деле, скорее всего, будет кто-то другой. Я напомню, что Чатай получит 3,5 миллиона лир за серию. То есть это самый высокооплачиваемый актер в Турции. Брать еще одну звезду к нему достаточно рискованно, поскольку бюджет может не срастись. Шоу-бизнес – это прежде всего бизнес. И там считать умеют. Да, если действительно сценарий будет суперский и продажи за рубеж можно будет обеспечить огромные, тогда можно подумать о том, чтобы взять какую-нибудь звезду типа Сиринай к нему. Но если все-таки есть какие-то сомнения в сценарии, даже Тимсы ошибаются, не факт, что он получится, то лучше брать актрису молодую, талантливую и дешевую. Скажем прямо, что цена имеет значение в данном случае. Потому я на этот счет не особо обольщаюсь. С другой стороны, нужно брать актрису, которая примерно совпадает с ним по возрасту. Немного моложе, но не 20-летнюю. Почему? Потому что сюжет сериала рассказывает о встрече Эшрефа с его бывшей любовью детской. Они выросли, прошло время, и они становятся врагами. То есть делать девочку слишком молодую тоже не получится. Достаточно интересная ситуация. Кого же все-таки возьмут ему в пару? Но будет ли это сиренай, я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Но посмотрим. Сериал телеканала «Канал Д. Земля прекрасной любви», который выходит по понедельникам, продолжает сниматься в живописной атмосфере Каппадокии. Как сообщает Берсен Алтунташ, недавно в проекте произошли значительные изменения. Сменился режиссер, сценарная группа. И, кроме того, исполняющий роль Хаким Бея Халиль Эргюн готовится покинуть сериал. В интервью журналистке Халиль не стал кокетничать и сказал, как есть. Во-первых, сюжет поменяли довольно серьезно. Он не подписывался на то, что ему сейчас предлагают сценаристы. Сценарий ему не нравится. К тому же сценаристы поменялись, что тоже не очень хорошо. Он готов, разумеется, к работе, но не собирается себя заставлять делать то, что ему не нравится. Как стало известно, он попросил убрать из сценария его персонажа. Не очень, конечно, приятная новость, но если уж не получается, то не получается. Сериал не особо блещет в рейтингах. И понятно, что такому популярному, известному возрастному актеру совершенно не хочется тратить свое время на то, что ему неинтересно. Жаль, что он покидает проект. Но надеюсь, что все-таки сценаристы каким-то образом найдут возможность исправить ситуацию. В конце концов, пока она не настолько катастрофична, чтобы говорили о закрытии сериала. Есть еще время для того, чтобы улучшить то, что есть, и дать зрителям то, что они хотят. Эркан Колчак Кестендиль признался. «Мне кажется, что наша страна слишком увлечена таблоидами. Все, что с нами происходит, сразу оказывается в журналах. Мы теряем фокус на важном. Социальные сети, на мой взгляд, способствуют лене среди актеров». Ну и в чем он не прав? Курки действительно слишком зациклены на желтой прессе. В принципе, она имеет право на существование, но нормальных журналов о кино просто нет. Все с желтым оттенком. Все скандалы, сплетни и так далее. Ничего более-менее серьезного найти нельзя или можно, но с таким огромным трудом, что, в общем-то, и искать, наверное, не стоит, чтобы не тратить свое драгоценное время. Ну а социальные сети, когда актеров ищут не потому, насколько он талантлив, а сколько у него подписчиков, это вообще достаточно неприятное явление, которое явно не способствует росту профессионализма среди актеров. Хотя в последнее время многие продюсеры уже поняли, что показатели в социальных сетях мало влияют на успешность их проектов, поэтому начали отказываться от этой практики, но еще не до конца. Туба Биокистун и Акын Акынозю исполнят роли Эмираль и Альпера в фестивальном фильме «Самая красивая девушка в Мардине», где их персонажи будут вовлечены в сложные и токсичные отношения. Фильм повествует о борьбе сильной женщины и сначала будет показан на международных кинофестивалях, а затем выйдет прокат в Турции. Интересно, как правило, фестивальные фильмы в прокат не попадают. Значит, создатели проекта рассчитывают на то, что он заинтересует и обычного зрителя, а не только любителя кино, скажем так, высокого уровня. В кавычках, конечно. Я напоминаю, что Туба в 2025 году будет сниматься в третьей части сериала «Другое я». Пока новых проектов у нее нет, кроме фильма и сериала. Что касается Акына, после завершения работы над фильмом, он, скорее всего, вернется на телевидение, поскольку сейчас ведет переговоры о новом сериале. Компания NGM, которая создала популярный сериал «Мои братья и сестры», работает над новым амбициозным проектом, который обещает привлечь внимание широкой аудитории. Продюсером проекта выступает на злый хептюрк. Сценарий написан Гюль Абуз. Гюль Абуз Семерджи. Новый сериал будет транслироваться на телеканале АТВ под руководством режиссера Серкана Беринджи. Любопытно, что на этот раз предложат создатели своей аудитории. Я напоминаю, что сериал «Мои братья и сестры» был достаточно неожиданным хитом. Никто не думал, что это, в общем-то, не очень большая компания по сравнению с монстрами, которые присутствуют на рынке, сможет создать хит, который продержится несколько лет. И плюс успешно продается за рубеж. Но у них это получилось. И вот новый проект. Надеюсь, такой же будет успешный. Сериал «Жемчужные зерна», который знаменует возвращение Елмаза Эрдаана на экраны спустя 20 лет, начал свой второй сезон. Сценарий сериала написан самим Елмазом Эрдааном, который также исполняет в нем главную роль. В новом интервью журналисту Хакану Генже актер отметил «Если в обществе или в мире женщина несчастлива, никто не может быть счастлив. Если женщина не свободна, никто не может быть свободным». Ведь речь идет не просто об одном из видов, а о тех, кто рожает всех нас и является самым талантливым существом. Очень приятные слова в адрес женщин. Спасибо ему за это. Надеюсь, не дежурная. Надеюсь, он действительно так думает. Теперь давайте посмотрим на рейтинг за воскресенье 13 октября. Сериал «Разведка» вырос в тотал, но потерял в АБ. Проект государственного телеканала прекрасно держится в эфире, и это является очень хорошим результатом. Тем более, учитывая, что он идет уже пятый сезон. Разумеется, до рейтингов первого сезона еще далеко, но тенденция, несмотря на некоторое снижение интереса у аудитории АБ, вполне положительная. Кстати, сериал на этой неделе возглавил рейтинг Турции. Сериал «Гений» потерял в тотал и в АБ. Проект компании Аяпым имеет устойчивые показатели, но все-таки на него возлагались большие надежды, чем он сейчас показывает. Впрочем, все может еще измениться по мере того, как сюжет будет разворачиваться. В конце концов, предыдущий хит компании Аяпым Чукур тоже довольно долго имел хорошие, но не супер-хитовые рейтинги, пока зрители не распробовали эту историю. Сериал «Грязная корзина» вырос в тотал, но потерял в АБ. Аудитория АБ, похоже, совершенно равнодушна к проекту продюсера Фатиха Аксоя, но он имеет устойчивые показатели в тотал, и это дает надежду на то, что сериал все-таки задержится в эфире, по крайней мере, до Нового года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за просмотр и до завтра. Ну а пока рекомендую посмотреть наше следующее видео с новостями о турецких сериалах и актерах. Вам понравится!